Привет, красотка! И сегодня у нас очень актуальная тема. Тема учебная. Осень началась, а значит началась и учеба в школах, университетах. На работу кто-то выходит, у кого был отпуск летом. На самом деле нет. Тема эта актуальна будет вообще для всех девушек, которые попадали в такие ситуации. Легли мы поздно, спали мы мало, встать нужно рано, при том выглядеть вот так и желательно очень быстро. Очень многого мы девушки иногда хотим, конечно, но в принципе это возможно, это реально. И потратить на весь вот этот вот процесс перевоплощения буквально минут 7-10 с утра, именно этому сегодняшняя тема будет посвящена. И я разделила наше перевоплощение, преображение на 5 шагов. Всего лишь 5 шагов нас ожидает. И первый шаг это будет то, что мы больше всего, наверное, не хотим сделать в этот момент. Мысль об этом с утра заставляет обратно закутаться в своей кроватке теплой. Девочки, это душ. Это душ, причем контрастный. Давайте еще больше масла в огонь добавлю. Это метод, проверенный на мне лично. Именно в те дни, когда я с утра схожу в душ, и душ будет контрастным, хотя более-менее не сильно уж прям холодный, горячий, а такой, знаете, чуть более теплый, чуть менее теплый, чуть более теплый, чуть менее теплый. Это действительно бодрит ваш организм, вас в принципе. Это подтягивает кожу. Во-первых, это невероятно оздоровительный процесс для вашей кожи, это вообще очень круто, классно. Но это сразу же повлияет на вашу бодрость. Окей, после того, как проснулся ваш организм, нужно еще и сделать что-то с лицом, желательно, чтобы оно выглядело хорошо, но при этом не накладывая на себя тон и штукатурки. И первым делом будет немножечко уходовая такая процедура для тонизирования вашего лица. Всем известны кубики льда и их невероятный эффект на вот эту зону. Они невероятно спасают от припухлости, и если мы уж говорим об идеальном стечении обстоятельств, то я советовала бы заварить, точнее не заварить, а формочки для льда налить не просто воду, а травяной чай. Я постоянно дома пью только травяной чай, поэтому мне ничего придумать не пришлось, я просто налила своего чайничка в формочки для льда, травяной чай, и травы с утра еще и успокоят вашу кожу, если вдруг на ней какое-то раздражение, вдруг кожа красная. Но если вы не хотите заморачиваться, обычный лед, обычная вода тоже подойдет. Мы просто прикладываем кубики льда к этой области и чувствуем, как становимся с каждой секунды бодрее и бодрее. Итак, ну а теперь переходим к наиболее эффективным действиям. Третий шаг это волосы. Девочки, на самом деле мы очень часто пренебрегаем этим моментом, но волосы как ничто другое демонстрируют неопрятность образа, если они вот так вот растрепаны, даже если вы их расчесали, но ничего с ними фактически не сделали, это зачастую выглядит просто как солома на голове. Не в обиду никому, если вы хотите утром, конечно, завиваться, выпрямляться, у вас есть на это время, то у вас будет совершенно другая шевелюра, но чаще всего времени у нас в обрез. И вот я предлагаю две прически, очень простые, они забирают волосы, потому что если мы распустим все наши непонятно какие волосы после сна, где-то они кудрявые, где-то они прямые, где-то они пушатся, это не симпатично выглядит, поэтому лучшим вариантом будет забрать волосы. Я предлагаю два варианта, они очень простые, это шишка внизу и шишка наверху. Очень оригинально, конечно, но это мои две любимые прически, не потому что я не люблю делать укладки, например, а потому что это реально невероятно удобно и мне очень нравится. Я полюбила прическу, особенно первую. Первая прическа, она с прямым пробором, то есть мы должны сделать эффект зализанных немножечко волос вот здесь и сделать внизу шишку. У меня немножечко вылезает моя челка, поэтому я иногда пользуюсь невидимками, если у вас такая же проблема, то невидимки вас спасут. Эта прическа открывает лицо, тем более, что мы с ним в ближайшем шаге поработаем еще и преобразим ваше личико. Ну а вторая прическа не сильно отличается от первой, это тоже шишка, но на макушке. Хорошо расчесываем волосы, делаем тугой жгут и фиксируем резинкой. Далее выпускаем пряди у лица и делаем пучок немного объемнее. Вот и все. И четвертый шаг, это декоративная косметика. Здесь тоже будет несколько лайфхаков, что лучше использовать, что лучше не использовать в том состоянии, в каком мы являемся с утра. Первым делом, что обрамляет наше лицо, как ничто другое, конечно же, ваши варианты, брови, разумеется. Брови это то, с чего я рекомендую начинать любой макияж, потому что если вам резко вдруг через там две минуты скажут, так выходим срочно прямо сейчас, у вас хотя бы будут брови, это будет уже хоть какое-то лицо. Моя личная рекомендация, как быстрее всего нарисовать брови, это использовать карандаш, который не сухой. Подобные карандаши представлены сейчас, по-моему, во всех марках, стоят недорого, и у них чаще всего на обратной стороне есть удобная щеточка, которую мы все быстренько можем растушевать и добиться таких естественных бровок. Я рекомендую их уложить гелем, чтобы они прям вот весь день продержались. И к следующему шагу переходим, это тушь. Если ваши ресницы не длинные, не черные, не густые, моя ситуация, то тушь вам необходима для того, чтобы просто открыть ваш взгляд, чтобы лицо не потерялось. И наносим пару слоев туши на верхние ресницы и один слой туши на нижние реснички. Подводкой в таких случаях, когда веки немного припухли, я не рекомендую, потому что вот эта вот черная линия, она наоборот может подчеркнуть вот эту припухлость, поэтому просто используем любые светлые тени на все подвижное веко, особо ничего не выделяя нигде, просто наносим буквально пальчиком. Чем растушеваннее, чем естественнее, тем лучше. И что касается тона, я рекомендую, чтобы все-таки и увлажнить нашу кожу, дать ей какой-то уход, смешать 50 на 50 тональный крем, желательно тоже не очень такой матовый, не очень стойкий, чтобы не подчеркивать шелушение, если они у вас есть, и ваш крем ежедневный для лица. Мы получаем такую нежную, мягкую консистенцию и легкое покрытие, и одновременно увлажнение кожи. Если кожа ваша блестит, то рекомендую воспользоваться пудрой буквально в несколько касаний на Т-зоне, а вот эти вот зоны, например, галочка над верхней губой, можем оставить так, это будет псевдо-хайлайтер. И давайте добавим последнюю нотку в наш макияж. Ничто так не бодрит и не освежает лицо, как румяна, поэтому на них я рекомендую время все-таки оставлять. Если у вас только что был тон, то нанеся сухие румяна, скорее всего, у вас здесь появятся катушки, потому что две текстуры смешались. А так как вы уже нанесли пудру, то сухие румяна как раз-таки подойдут к статье, лягут очень легко, их можно будет подрастушевать. И финито! Ну и пятый маленький шаг, это даже не шаг, это шажочек, это одежда. В такие дни, когда ваше лицо максимально нужно освежить и как раз-таки придать бодрости ему, не надевайте водолазки, которые вот прям вот здесь вот заканчиваются, и ваше лицо как блинчик прям выделяется. Не носите также темные цвета, лучше всего какие-нибудь светлые. Я наделала вот такую обычную рубашку, немного оверсайз с вырезом. И вы только посмотрите, как быстро мы преобразились из чего-то не очень симпатичного вот в такую красотку всего за 7-10 минут. Так что, красотка, очень надеюсь, что это видео было тебе полезно, что ты воспользуешься хотя бы одним лайфхаком из этого ролика. И не забывайте задавать мне видео-вопросы в инстаграме. У меня долгое время не было на канале обычных моих вот таких вот бьюти-видео, поэтому наверняка вы уже отвыкли вообще от этого формата. Поэтому давайте, девочки, мы возвращаемся. Я жду ваших вопросов. Вот мой инстаграм. Я буду отвечать на ваши вопросы в следующих видео. Помните, что вы у меня самые-самые настоящие красотки и улыбайтесь чаще. Кстати, это очень важный лайфхак, который не нужно забывать. Какими бы вы красотками ни были, с помощью декоративной уходовой косметики, всяких-всяких процедур, не забывайте про улыбку, потому что улыбающаяся девушка это просто невероятная красотка сама по себе. Я вас очень сильно люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok